Узбекистан, супер-медалец, Шакрам Чиасев, про-дебют, как ощущали? Но было так, что один удар широчает от на ринге. Что случилось? Оба боя вы закончили в первых раундах. Вы хотели супер выступить, или просто так сложилось? Просто супер подготовились. Я был очень-очень готов. Это не так много. Даже одни были очень опытные парни. И Какасы были всю дистанцию с Шакуром Стивенсом. Просто не важно. Они были готовы. Я знаю, что Мач не может осознать себя так много после первого раунда. Но как ты чувствовал, как профессионал? Ты чувствовал что-то разное? Эмоции? Может быть? Какая-то скорость? Какая-то скорость? Ты не можешь сильно изменить мнение за один бой. Но почувствовал ли ты что-то изменение в себе? В профессиональном ритме? Ну, самое главное в профессиональном ритме сейчас была моя подготовка. Я почувствовал эту подготовку. Я почувствовал спарринг-партнеры. Я почувствовал давление. Профессиональный бокс – это все равно по-другому. Хоть я там 15 секунд боксировал, но я психологически к этому готов был. Я думаю, что в следующем бою я себя буду показать еще свои лучшие стороны. И я хочу показать свои навыки, что я могу, что я хочу делать на ринге. Он сказал, что самое важное было в тренинге. Потому что это была большая разница. Когда он был в борьбе, я могу сказать много, конечно, потому что он был очень короткий. Но, опять же, он был готов для того, чтобы все. Для того, что противника приняли для него. И самое сложное было в тренинге, спарринг. И он чувствует, что он может улучшить много в профессиональном боксе. Который стиле. Да. Он спарринг-партнеры очень тяжелые, сильные пары. Он чувствует все изменения в стиле и в силу, в силу, и в силу. И что, когда он ходит на 180 литров, он борется на 147 литров. И это что он ожидает, что он улучшает от него на профессиональном боксе. Какие его задачи этого года? Сколько раз он победит? Он чувствует, что он готов за тотал сайт, как Ломаченко или что-то? Который стихи есть, как он в личном объеме? Какие его задачи? Какой у тебя т.п в этом году? Сколько раз ты еще хочешь борьбаться? Может ты грустно? Как ли у тебя титульного боя? Как Ломаченко, в короткие сроки? Какие у тебя были цели этого года? Конечно, если будет такая возможность, борьбаться на поезд. Я никогда не отказываюсь. Я иду только вперед. Я здесь, потому что, ну, это моя команда, но команда как решает, тренера как решает, промоутер, менеджер как решает, я буду всегда готов, потому что я тренируюсь, я спортсмен, я никогда не отказываюсь от боя и всегда буду драться. Если дадут мне такого шанса, что я могу, то и делаю на ринге. Я никогда не отказываюсь от возможности. Это все зависит от моего команда, моего промоутера, моего бокса, менеджера, Владимир Корнелов, моего команда. Что же они выберут, я буду принимать. Если это будет титл, то я буду принимать. Если это будет титл в один год, то я буду принимать. Как только костер и моего команда скажут, что я готов, давайте идем. Окей, большой бой. Базир Ломанченко, Хори Линарис. Что делает этот матчем? Ломаченко, Линарис, большой бой. Что думаешь об этом бою? Ну, конечно, это будет очень хороший бой. Ну, как я с детства уже как бы смотрю на Ломаченко, ну, он как бы очень хорошо боксирует и техника, наука, все есть, но вносливость. Но Линарис, как бы, тоже неплохой боксер. Я не знаю, какой бой будет, но, конечно, я буду валять за Ломаченко. Я говорю, что, конечно, я буду валять за Ломаченко. Я смотрю на него с детства, и я реально думаю, что он один из лучших. Он имеет хорошие силы, хорошие таймы, хорошая скорость, все на уровне высокого уровня. Но, конечно, Линарис не будет такой простой бой. Он очень тяжелый бой. Он очень тяжелый бой. Он будет валять за Ломаченко, но, как и кто будет победить, он будет показывать. Ты встречался когда-то с Ломаченко? Нет, еще. Не так. Не так. Окей, если бы ты сказал Ломаченко, что бы ты сказал Ломаченко, если бы сейчас он тебя видит, что бы ты ему посоветовал по пути к бою с Линарисом? Ну, советовать я ничего не могу, потому что у каждого свой талант, у каждого свой манера боя, у каждого свои подготовки. Кто лучше готовится, тот и выиграет. Как я сказал, это бокс. Тут нельзя сказать, кто выиграет. Один удар все решает, всегда. Всегда надо быть готовым к одному удару и не сдаваться, чтобы не было идти вперед. Я сказал, что он не в состоянии, чтобы дать какие-то уважения к Ломаченко, но все зависит от вашей подготовки. Он действительно чувствует, что кто-то готовится лучше, в хорошей форме, с хорошим планией, будет победить. Потому что это боксинг, и один удар может менять все. Все свои планы, все свои планы. Поэтому нужно иметь A, B, C планы. Но, конечно же, он желает лучшего успеха Ломаченко. Ломаченко. Ну, последний. У тебя был опыт в любителях Олимпийских игр. Тебя там люди смотрели, было много людей. И вот ты в Нью-Йорке дебютировал. То есть, что тебе кажется больше, что тебе кажется более, как бы, такое, знаешь, как головокружающие, что ли, моменты? Нет, головокружающие моменты нету. Потому что, как и сейчас он сам сказал, что у меня было опыта на любительском боксе. Я все видел, все видел, давление людей, кто болели за меня, кто не болели за меня. Я этого прошел, потому что я здесь, у меня есть свою цель. Я иду к ней. И что бы ни было, я не сдаюсь, я иду вперед. Он сказал, что нет, чтобы меня frustрировать. Я видел все в Олимпиях. Я чувствую все эти прессии. Все люди, которые тренируют за меня, которые желают меня лучшие. И все эти прессии. Я прошел в Олимпийских игр, в World Championship, в Азии, и так далее. В профессионале было ничего нового. Это все же прессии. Все люди ждут хорошие выступления. И я готов для этого. Я только вижу свои цели. И ничего в этом мире не может остановить меня. Я никогда не перестану. Я никогда не оставлю. Я никогда не оставлю возможность. Я всегда преследую мечты. Окей, последнее. Некоторые слова для своих фанатов. Пару слов о своем языке, о твоем поклонниках. В Микстане, в России. Самое главное первое, что у нас так здоровится. Ассалам алейкум всем. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Дай Бог, у нас 21 апреля. У нас второй бой. И я, Мураджан Ахмадилев, будет боксировать. И Батыр Ахмедов. Болейте за нас. Молейте за нас. Дай Бог, мы будем очень хорошие бои показать. И те, кто в Нью-Йорке, узбеки, русские, украинцы, все. Приходите, болейте за нас. И, конечно, мы будем там встречаться и показать то, что мы сможем. И, дай Бог, победа будет за нас. Аншаллах. Хорошо, это хорошо. Ты не можешь это перевести. Подписывайтесь. Продолжение следует.